Военного опыта у меня не было. С трудом удалось попасть в ополчение. Мне повезло, я познакомилась с Моторолой. Он принял меня сюда. Научил всему. Сейчас воюю с ребятами на передовой, на старом терминале. Вам не страшно? Во время боя нет, мне страшно. Как бы это мой долг защищать свою землю. Так вот вышло, что не все ребята, не все парни донецкие готовы к этому. Например, парень, за которого я собиралась замуж, когда началась война. Я говорю, поехали воевать в Славянск. Он говорит, нет, вдруг меня там убьют. Я поняла уже, что не стоит с такими ребятами вообще общаться. В Славянск меня не взяли, но попала сюда, я рада очень. У нас все ребята достойные воины. Скажите, вы уже вот здесь постоянно находитесь, да? Не здесь, на терминале. А вот ваши обязанности, у вас какие-то обязанности есть? Может быть, готовить как-то? Нет, я делаю то же, что и остальные ребята. Вот сначала с автоматом, теперь на АГС меня поставили. Все нравится. Учусь всему очень быстро. Ну, война учит. А как ваши родственники, если к тому, что вы ушли за вас? Ну, они не знали, пока нацгвардия не пришла меня искать. Они были не в курсе. Я сказала, что еду сюда работать, в Донецк. А вы не из Донецка? Я из Донецка последние 10 лет жила здесь. Сейчас на оккупированной территории, последние 4 месяца жила. Там живет моя мать, родственники. Волнуются, конечно, но я думаю, они меня понимают. А как? 27. А какая ситуация здесь? У них последние несколько дней утихла? Последние несколько дней, ну вот сейчас я вернулась из расположения. Последние 3 дня я была там. Ну, тихо. Ребята звонят, говорят, пока тихо. В перемирии. А на сколько будет злиться перемирие? Ну, надеемся, скоро закончится. Менеджер ресторанного бизнеса. Пожел стыдиться попробовать. Ну, в своей сфере деятельности, да. Я бы и дальше этим занималась, если бы война не началась. Все круто поменялось. А если 2 дня закончится, как мы все поменим? Честно, сейчас даже нет никаких планов, ничего. Главное, чтобы все это закончилось.